Это не куплинов, не 101 xp. Потом закрываем забаги, опять запускаем, разумеется, таким же забагованным. И опять закрываем. Ну, по крайней мере, так было в Корее. Как это выглядит в России? Этот мир спал слишком долго, но теперь он пробуждается ото сна. Блесс это настоящий шедевр, который ждут миллионы игроков по всему миру. Эта игра уже успела наделать шума в мире больших игр и собрала вокруг себя огромную армию преданных фанатов. Две фракции, семь раз, семь классов, продвинутая политическая система, масштабные пвп, интерактивный сюжет, 800 питомцев и маунтов. Я так понял, что под питомцами подразумеваются те игроки, которые играли в Блесс. А маунты это их кошельки, на которых можно нехило прокатиться при помощи всяких сундуков и акций. Что, собственно говоря, и происходило. Вообще, знаете, ребят, сделать кого-то святым не так уж и сложно. Берем человека с какой-то сверх идеей, затем начинаем его активно пинать и гнобить. Разумеется, вокруг него тут же собирается толпа защитников, которые стремятся уберечь своего героя от этого жестокого мира. Потом мы берем и сажаем этого героя в тюрьму. А после освобождения он выходит обновленным, с новыми лозунгами и просветленным сознанием. Да здравствует герой 2.0! Ну, приличия ради, можно и второй раз его упечь за решетку, чтобы нимб над головой засиял еще ярче. А толпа разъяренных фанатов была готова разорвать каждого, кто хоть слово скажет против их кумира. Герой 2.0 в этом смысле является готовым проектом. Жертвенным агнцем, принесенным во имя великой идеи. ММО-проекты в этом плане ничем не отличаются от людей. Блесс уже стал тем самым жертвенным агнцем, на который скоро будут молиться. И в который, конечно, будут играть. Вы даже не представляете, сколько народу рванет на старты этого трешака. Ведь грядет его полный ребил. Компания Neuviz показала кадры обновленного Блесса. Но я не стану их транслировать, чтобы не травмировать вашу доверчивую психику. Как говорится... Нежели богата, нехуй начинать. 5 ноября прошел год с того момента, как я запустил свой канал. И, как вы помните, начался он именно с рассуждений о проекте Блесс и его будущем в России. Поэтому это темная лошадка, а от любых темных лошадок можно ожидать темных сюрпризов. Тогда меня закидали калом в комментариях, половину из которых просто тупо пришлось удалить, потому что их содержание было за пределами моего понимания. Ну а чего ты хотел, иной? Если сам Блесс за пределами твоего понимания, то что можно сказать о тех, кто в него играет? Но не суть. Конечно, после закрытия проекта никто из этих героев не пришел подметать свои какашки в комментах. Они как-то так молча-молча выползли из пространства Ютуба и затаились, в надежде на возвращение своего мессии. И вот... Да заебал ты! Ну хорошо, хорошо. И вот мессия возвращается. А значит, ждите новых катехонов в комментариях, дизлайков под видосами о Блесс и постов в стиле «Ну я же говорил, что он вернется». Конечно, проект вернется. Теперь он просто обязан вернуться. Потому что восстав из пепла, над ним воссиял божественный нимб. А значит, самое время воззвать к своим сыновьям. Сейчас эти маленькие Блессовские рабы побегут. Побегут оплизывать своего бога и воспевать ему оды. Будут подчивать с руки приготовленными купюрами, потому что триумф состоялся. Бог восстал. А ведь как не хотелось признавать свою неправоту. Как хотелось накидать побольше котят под комментарии этих честных обзорщиков. Вот тебе, сука, вот тебе еще. Кто теперь прав, а? Но давайте перейдем от наших философских размышлений к непосредственным изменениям. Что изменили разработчики? Для начала окно создания персонажа. Оно стало более простым и информативным. Ну, опять-таки, по словам разработчиков. В своем первом видео по Блесс я говорил про огромную армию иконок, которые торчат на пол экрана. А, вот я это не сказал. Иконки, ребят. Вот это вот огромная байда. Нет у вас, наверное, вот так вот это будет. Вот огромная армия иконок, блядь, в левом верхнем углу. Нахуя? Чего засорять экран игрока? Дайте ему смотреть нормально. То есть, короче, у вас, прикиньте, у вас в одном углу миникарта. Рядом с этой миникарты еще миникарта локации, в которой ты непосредственно сейчас ходишь. Плюс это в левом верхнем углу огромный набор иконок всяких. Внизу у тебя панель скиллов. Слева у тебя чат. Справа у тебя квесты. Да вы что делаете-то, блядь? Это же не этот, как, не бинокль, понимаете? Это не бинокль. Это экран. И игроку надо предоставить максимальное погружение в этот экран. Аминь. Мои речи были услышаны, и теперь все сделано ровно так, как я и предлагал. Также окно заданий стало более компактным, увеличив в радиус обзора игрока. Такой минимализм всегда способствует более глубокому погружению в процесс игры. Окно прокачки умений претерпело большие перемены. Теперь у вас нет необходимости покупать книги скиллов. На замену им пришли очки прокачки и несколько веток развития одного умения. Теперь давайте вспомним, что я говорил про боевку. В частности, за игру танком. Я сыграл за стражей, решил. Дай, думаю, поиграю стражем. Слушайте, ну я чуть не сдох от скуки. Это просто нереальное какое-то ковыряние. Это некрасивая анимация. Абсолютно у него некрасивая анимация. Он некрасиво анимирован. Мне не хочется играть за неяркого персонажа. Знаете что? Разработчики добавили некоторые эффекты применения скиллов, чтобы игрок чувствовал реалистичность происходящего. Также они значительно увеличили скорость применения скиллов, чтобы добавить бой динамичности. Народ, а вы им там точно не отправляли мое видео? А теперь один из самых важных моментов. Нео-виз полностью изменили систему заточки. Теперь каждый предмет экипировки можно протачивать до плюс 15. Как оружие, так и броню. При этом на самом высшем уровне заточки у вашей экипировки появится свечение. Это ГГ, ребята. Везде, где есть заточка, обязательно будет жесткий донат. Вам стопудово либо предложат задатчиться за реальную валюту, либо валите и фармите неделю бабло и ресурсы. При этом заточка может не прокнуть. И тогда ваше оружие или броня сломаются. Вам придется бежать к специальному NPC, который все это отремонтирует. Разумеется, не бесплатно. Но даже это не так страшно. После того, как вы заточите оружие на плюс 15, необходимо произвести его эволюцию. Что такое эволюция? Вы должны еще раз заточить оружие на плюс 15, и это будет только второй этап эволюции. А всего их три. Таким образом, чтобы полностью провести эволюцию одного предмета, необходимо прокачать его 45 раз. 45, Карл, раз. Скажите спасибо, что сама эволюция не имеет шанса неудачи. Ну что, вы уже спешите расчехлять свои офшоры? Тогда поехали дальше. Корейцы пересмотрели свой взгляд на крафт. Теперь в Блэс будет четыре направления крафта. Это броня и оружие, зачарование предметов, всякая расходка и сопутствующие товары, а также кулинария. Из игры убрали всех крафтовых NPC. Так что вы можете крафтить, не отходя от кассы. Но! Вместо этого разработчики предлагают развивать отдельные области. Если вы крафтите слишком много оружия, то именно это умение будет развиваться быстрее остальных. То есть вы будете становиться экспертом в чем-то одном. На высшем уровне крафта создаваемое вами оружие может критануть, и тогда к нему добавятся рандомные усиления. Систему питомцев немного оказуалили. Теперь все петы будут четырех грейдов. Необычный, редкий, геройский и легендарный. Чтобы облегчить их прокачку, разрабы сделали так, что пока пет находится рядом с вами, он получает опыт. Но как только колонка его усталости будет заполнена, он уйдет на отдых. Разумеется, в нашем любимом донат-магазине будут предметы, позволяющие продлить нахождение питомца рядом с вами. Просто вангую. Но я вынужден огорчить любителей эксклюзивных петов. Теперь умения всех питомцев будут абсолютно одинаковыми. Хоть слона ты приручи, хоть божью коровку. У вас будет три способности, которые вы сможете качать по своему усмотрению. Единственный плюс, который я вижу, это то, что при прокачке самого пета он будет менять свой внешний вид. Разумеется, это не все изменения ребилда. Также были изменены аукцион, систему приручения питомца, добавили разбор шмота, изменили систему диалогов и квестов, но все это больше интерфейсные перемены, которые не сильно влияют на комфорт игры. Что же касается проблем оптимизации, то главный бич игры никуда не делся. Я посмотрел несколько стримов по ребилду, переговорил с парочкой другой стримеров, и они сказали, что в игре нечего делать, если у тебя нет SSD диска. Даже на пустых локациях ПТС сервера игра умудряется подлагивать. Но, конечно, есть и плюсы. Наконец-то игра научилась распознавать ваше железо. И предлагать оптимальные для него настройки. Какие выводы я сделал из этих анонсов? Разумеется, ничего принципиально нового игра не предложила. Совершенно уверен в том, что проблема оптимизации решена не будет. А значит, при массовом скоплении людей будет лагать как сука. Но, конечно, в игру прибегут облесевшие рабы и будут в это играть. Потому что пипл хавает. Если у человека от природы не развит вкус, то он не развит ни в чем. Ни в еде, ни в одежде, ни в играх. С вами был Иной. Ваш личный прививатель вкуса. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением о ребилде в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!